Привет, друзья! С вами Андрей Сунко. Это инфокнездо «Съедобный бизнес». Сегодня я расскажу вам, как стать богатым по принципам жизни Роберта Киосаки. Погнали! Первое правило, чтобы стать богатым, вы должны хотеть разбогатеть. Вы должны хотеть зарабатывать много денег. Для этого вам необходимо поставить цель или мечтать, найти мечту, к которой бы вы стремились. Потому что мечтать просто о деньгах – это афемерно. Вы должны мечтать о вашей конечной цели, того, чего вы хотите добиться. А деньги будут всего лишь только инструментом. Второе правило – вы должны быть твердо уверены, что вы разбогатеете. Объясню. Для этого вам необходимо уже сейчас начать жить так, как бы вы хотели жить в вашей точке «Б». Начните с небольших ежедневных упражнений. Когда вы заходите в магазин, не обращайте вообще на цены со скидкой. Покупайте только товары по полной цене. Когда вы приходите в ресторан, попробуйте закрыть цены салфеткой и заказать из меню все, что вы хотите. Ведь жизнь – это как огромный буфет, где вы берете то, что хотите. Летайте – бизнес-класс, вызывайте такси – бизнес-класс, почувствуйте себя богатым уже сейчас. И этот импульс, он позволит вам иметь жжение внутри для того, чтобы зарабатывать все больше и больше. Третье правило – не бойтесь терять деньги. На вашем жизненном пути будут случаться моменты, когда вы будете реально терять деньги. И так как для того, чтобы стать богатым, необходимо начинать инвестировать, то иногда вы будете инвестировать деньги в убыточные проекты и терять эти инвестиции. И это нормально. Главное – воспринимать это на позитиве и знать, что это опыт, который вы приобрели за эту сумму денег. И в дальнейшем он вам пригодится для достижения вашей цели. Четвертое правило – вам необходимо сократить ваши расходы. Богатые люди сначала вкладывают деньги в активы, а уже потом с дивидендов этих активов начинают тратить деньги на себя и на роскошные подарки. Пятое правило – сокращайте пассивы и наращивайте активы. Пример. Если вы покупаете авто, этот пассив, со временем он теряет свою ценность, и при продаже вы заберете намного меньше денег. Если же вы вкладываете в акции какой-то компании, инвестируете в стартап вашего друга и так далее, и так далее, вероятно, что один из этих активов, он взлетит и начнет приносить вам ежемесячную пассивную прибыль. Поэтому обязательно сокращайте пассивы и наращивайте ваши активы. Правило номер 6. Вы должны уйти с найма и заниматься своим делом. Найм – это жизнь от зарплаты до зарплаты. Вам необходимо перерезать пуповину и начинать заниматься своим делом. Там у вас есть неограниченные возможности, и вы обязательно достигнете огромных результатов и станете богатым именно со своим личным бизнесом. Правило номер 7. Научитесь инвестировать. Даже если сейчас у вас немного денег, все равно часть заработанной суммы нужно инвестировать. Создавайте либо инвестируйте в те активы, которые уже сегодня могут увеличить ваш денежный поток. Восьмое заключительное правило – это нужно научиться любить деньги. В прямом смысле слова. Когда вы получаете вашу зарплату, либо прибыль, не спешите тратить. Оставьте деньги дома. Обязательно складывайте деньги ровненько. Пересчитывайте деньги по многу раз. Знайте, что мозг не умеет отличать реальность от нереальных эфемерных ваших фантазий. Когда вы постоянно держите в руках деньги, пересчитываете их и бережно к ним относитесь, вы будете производить импульсы, во вселенную на привлечение еще большей суммы. В заключении хочу сказать, что советую поиграть в кэшфлоу. Это игра, которую придумал Роберт Киосаки. Она помогает развить навыки управления деньгами. Всем вам желаю быть богатыми. Оставайтесь со съедобным бизнесом. До следующих выпусков. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова